Пойду посмотрю, потом пойдем поужинаем, завтра отсыпаемся со свежей головой, берем рюкзачки, оставляем в камере хранения чемоданы наши. Удома в какие-то дороги будут? Никогда. Видите как человек на каких велосипедах катается, куча детей на электромопедах, на мопедах, тут рыбы. Ну что, господа, сегодня продолжаю наслаждаться жизнью, наконец меня уже окончательно утвердили сюда владельцы, поехал я снова в аквасервис, подал документы на южнокорейскую визу. Через 5 дней получу и в конце мая буду вылетать. Я вот раньше как в рейсы уходил, звонят мне из компании, предлагают какую-то развалюху, обычно с индусами и в Западную Африку. Говорят, приезжаешь в понедельник, проходишь с утра медкомиссию, каких-то пару тестов сдаешь, получил робу, подписал контракт и вперед. Я приезжал в 9 утра, все это проходил, потом мне звонят с конторы, говорят, Геннадий, вы где? Пол четвертый. Я уже на полпути в Киев приехал. Так все быстро было. Сейчас все это затягивается. Только что думал уже, как бы события все закончились, что говорить, и получая снова звонок из Одессы, судовладельцы требуют сертификат под названием ШИП Секьюрити Офисер, который у меня уже просроченный. И получается в Киеве его не делают, надо было ехать в Одессу, но это как бы не делают, не делали два года назад. Я позвонил в Киев, в смысле позвонил на курсы, которые находятся в Киеве, и к моему счастью сказали, что подходи либо в пятницу, либо в понедельник с утра. Я уже думаю, елки-палки, это в Одессу снова ехать, какой раз уже? Третий раз ехать, я в этих поездах спать не могу, но думаю, хотя бы квадрокоптер возьму, может где-то полетаю. Сейчас уже полный набор этих документов, вот точно что, вот как назвал, долгий путь на контракт. Я не знаю уже, я дай бог, что в четвертой серии, в конце этой уехал, не переключайтесь, думаю, в конце доеду наконец в Южную Корею. Не прошло и ровно три месяца, должен был быть на пароходе в феврале, 20 февраля, сегодня 22 мая, наконец контракт подписан, где-то через день К3 вылетаю. До этого я сделал еще, здесь же на Подоле тусуюсь, шип-секьюрити офисер, офицер по безопасности судна, слава богу, беленький сертификатик, потому что розовый, надо было ехать в Одессу, в Херсон, в Николаев куда-то, ну это тоже дополнительная головомойка. Еще дополнительно сделал либерийские документы, они у меня были от других этих греков. И, кстати, офис Аквасервис приехал вот сюда. Я уже, кстати, говорил, 18 лет они работали в каком-то непонятном месте, сейчас очень приличный офис. Борисоглебская один, да? Точно, все правильно. Погнали дальше. Отправлялся в рейс, уже прошло 3 месяца, успел сына проводить, думал встретить, снять видео. И вот он сегодня написал письмецо, в смысле в WhatsApp, смс-очку отправил, то, что прилетает 30-го числа, а я 26-го улетаю. Ну, уже не хочу ничего загадывать, все может измениться. Ну, 4-х дней не хватает, чтобы увидеться с сыном. А когда с ним увидимся, может быть, зимой, а может и позже, а может и раньше. Ну, раз подписал контракт, пришло время собирать чемодан. Вначале я уже показывал, что я беру, а там что я беру? Ну, вот бучик, маленькую гитарку, колоночку, все подумают. Вот этот человек едет работать, он же там ни хрена не будет делать. Ну, это как бы понятно все. Это основа моего хобби. Остальное носки, трусы, зубная паста, это еще раз покажу. Хотя я видел очень много моряков. Одного видел, типа, тут вообще привез 5 литров водки и сала. Есть такие люди. Один приехал со спиннингом, другой с аквалангом. Третий с танецной ракеткой, которая стоит 700 долларов. Ну, дай бог памяти, что там еще. В общем, вот такие, а, нет, один кучу порнухи расклеивал вот так вот. Вот, ребята, настал момент, собираю чемодан. Ну, как бы все одно и то же. Активированный уголь, стриптоцит. Это все, что беру из лекарств. Это камеры мои, фонарик, сейфти-шузы, ботиночки купил. Это гитарка поперек, маленькая. Будет время играть, не знаю. Ну и все, носки, трусы. Документы. Это ангел проверенный уже, который мимо Сомали проходил. Ну, я думаю, этого вполне достаточно. Главное, чтобы не больше 23 килограмм был. И вон еще рюкзачок. Конец получил флайт детали. Вылетаю завтра. Вот, невезуха. В 6.10 надо выезжать в 4 утра. Лечу в Мюнхен. Киев-Мюнхен. Дальше. Мюнхен-Сеул. Это во сколько? В 16.20 вылетаю. В 9.40 утра прилетаю. Потом немного перепугался. Думаю, что это за город такой. То есть, знаю Гванчжоу. А это китайский. Ну, подумал, что это Китай. Нет, слава богу, Корея. Кванджжоу. Город Южной Кореи. Вон туда полетим. Посмотрим. Вот так он выглядит. Утро 25 мая. Наконец я в аэропорту. Запаковал чемоданчик. Вылетаю в Мюнхен. Лететь в Южную Корею буду двое суток. Первая остановка в Мюнхен. Вот я в Мюнхене. Часы перевел на час назад. Смотрю, что это знакомое место. А я ж два года назад из Лас-Пальмаса сюда летел. Точно. Как раз эта женщина. Понятно, все новое. Выглядит, конечно, потрясающе. Только что в Фейсбуке написала одна подписчица из Мексики. Говорит, что она джуниор инженер на судне типа Рору. И мечтаю стать чип-инженером-какетерио. Это как бы не женское дело. Если есть какие-то женщины, то они идут на мостик. Нет, я хочу инженера. Говорю, ну тогда смотри мои видео. Разборку поршня и все такое. Скоро появится на канале. Нормально. Теперь нужно сидеть до 4 вечера здесь. Ходить убивать время. Вспоминать английский. И как видите, в том году я снимал серию. Три неприятных момента для моряка. Тогда мне настроение не было, потому что я въехал на стол. Погода меняется. Дождь такой, ну так, морозит немного. Что-то гремит. Может и все отменится, не знаю. Ну посмотрим. Ну, если этот момент не пройдет, то и не наступит радостный момент, который все моряки любят. Это когда возвращаешься домой. Это, конечно, очень классно. Уже с чувством выполненного долга. Ну все. Следующее включение, наверное, с буксирчика. Ну, давай спасись. Ну так, погнали на якорь. И еще и в Западную Африку. Сейчас, конечно, и спал хорошо, хотя в 3 часа ночи проснулся. Но чувствую себя великолепно. Значит, подсознание подсказывает, что все будет хорошо. Видео, которое я монтировал. Так вот, аэропорт не вспомнил, а увидел эту скульптуру. Вот, например, вот эту. И сразу вспомнил, что монтировал видео, когда я за спальмасса пролетал здесь. И все. Знакомый аэропорт. На поезде в терминал Каич. Но здесь это еще нормально. На английском люди говорят, что в Южной Корее уже будет посложнее. Люблю я такие поездки по аэропортам, по странам. Только еще веселее, когда я обратно домой летишь. Вчера еще мне понравилось. Получил, в общем, документик такой, SHIP Particulars. Это технические данные судна. И там написано, что дата приемки 28 июля. Так что, может быть, еще два месяца выяснится прожили. Ну, посмотрим. Жизнь покажет. После купить EarPods на Apple, купил второй динамик. Видите, 119 евро всего стоит. Не 187 долларов, как у нас. Будет теперь у меня стереосигнал. Тут такой Sleep Launch. А вот здесь можно поспать за 30 евро. А, написано было. 30 евро сколько в час, даже не знаю. О, 30 евро. Нормально. 30 евро два часа. Народа многовато летит в Сеул. Вот это все. Пасторненький самолет, конечно. Лететь одно удовольствие будет. Место 0,25. Мониторчики. Нам монитор не нужен. У нас есть ноутбучик. Неодал, мне нужно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...